Ну что ж, продолжаем разговор о сжатом изложении. Сегодня говорим о компрессии, то есть о принципах сжатия нашего текста. Это очень важное умение для этой работы, и оно оценивается в 3 балла, и крайне важно эти 3 балла не потерять. Критерий оценивания примерно звучит так. Экзаменуемый применил один из или несколько приемов сжатия текста на протяжении всего текста, то есть каждая микротема была сокращена. Это достаточно хитрый такой критерий, потому что иногда бывает такой абзац, который состоит из одного или двух предложений, и в общем-то там только главная информация. Вы должны помнить, что даже такой абзац, и даже такую микротему, где есть всего 2 предложения, нужно все равно сжать. Вот хоть немножечко, но оттуда будет нужно что-то убрать. Мы сегодня с вами рассмотрим в теории, как можно сжимать тексты. Я вам расскажу о разных примерах, но в целом большинство из этих приемов вам интуитивно понятно. Когда вы записываете текст, очевидно, что вы его не записываете полностью, и тем самым уже его сокращаете и уже его сжимаете. И если вы будете практиковаться, ну хотя бы 10-15 изложений вы напишите за год, вам будет в целом уже понятно, что из этого главная информация, а что из этого несущественные какие-то там детали, однородные члены и так далее. То есть мы всегда с вами придерживаемся принципа «главное» оставляем. Все, что так или иначе не главное, распространяющее, детализирующее, поясняющее, уточняющее, это в целом можно убрать. Но опять же не забываем про объем, да, то есть желательно от 80 до 100 слов у нас в любом случае должно быть. Итак, первая группа наших приемов – это исключения. Что можно из текста вообще исключить и при этом не потерять в смысле? Во-первых, это исключение повторов. Очевидно, что если одно и то же слово у вас повторяется несколько раз, например, в одном предложении или в соседних предложениях, его, конечно, можно убрать. Например, ничего уже не пугало нас, ничего не тревожило. Слово «ничего» повторяется дважды, является лексическим повтором, и, конечно, оно избыточно, нам просто его столько не нужно. Мы его сокращаем и вставляем только одно «ничего». Ничего уже не пугало нас, не тревожило. В целом все очевидно, понятно, тут, я думаю, никаких трудностей нет. Далее мы можем исключить один или несколько синонимов. У вас может быть ряд синонимов, то есть слова с похожим значением, и чаще всего можно их сократить до какого-то одного слова. В общем, остальные просто вычеркнуть. Ну, например, если вам сказано «надвигался красный, алый, багряный закат». Красный, алый, багряный – мы понимаем, что это, в общем-то, примерно одно и то же, да, то есть прилагательное, обозначающее определенный оттенок. В целом вы можете оставить любой из этих синонимов, и у вас останется все хорошо. Например, «надвигался багряный закат». Также смысл передается, но при этом без лишней вот этой избыточности и синонимов. Также вы можете исключить уточняющие или поясняющие конструкции, пояснительно. Многие ребята, особенно талантливые, думаю, что и среди вас таких много, могут на слух определить, что является уточняющей, конкретизирующей информацией. Вот такие пояснительные конструкции или вставные конструкции, мы их еще называем, они обычно в тексте, в письменном тексте заключаются в скобке. Ну, конечно, на слух услышать эти скобки очень сложно, хотя обычно хороший диктор все-таки делает паузы, и вот именно с нужной интонацией произносит эти отрезки текста. И мы их тоже с вами стараемся убрать. Что это может быть? Обычно это какое-то уточняющее обстоятельство, которое конкретизирует время, конкретизирует место, конкретизирует образ действия. Как это может выглядеть? Совсем скоро, через несколько недель, мы окажемся на море. Совсем скоро, общее понятие, временное, и через несколько недель, уточняющее обстоятельство. Можно убрать уточняющее обстоятельство, и у нас останется совсем скоро, мы окажемся на море. Отлично, и все понятно без лишних деталей. Можно же убрать наоборот, общее положение, и оставить только пояснение, более конкретное. То есть у вас будет предложение звучать так. Через несколько недель мы окажемся на море. Можно и так, смотря какую цель вы преследуете, смотря насколько сильно вы хотите этот текст сократить. Но всегда уточняющие пояснительные конструкции мы стараемся с вами убрать. Также мы исключаем разные фрагменты предложения, которые обычно грамматически не связаны с предложением. Это прежде всего вводные слова. Запомните, ребята, все вводные слова и конструкции, всякие там таким образом, следовательно, конечно, бесспорно, наверное, может быть, к счастью, к несчастью, мы стараемся убрать. Чаще всего они вносят какой-то небольшой оттенок значения в предложение, но так как они с ним грамматически не связаны, его очень легко убрать, и в целом они нам не нужны. То есть мы от вводных слов стараемся избавляться. Если вдруг вы пока не владеете всеми вводными словами, не можете их определить, особенно на слух, будьте внимательны. Во втором задании мы с вами все вводные слова рассмотрим, их группы, может быть, так вам будет понятно. Ну и всякие разные конструкции, тем более, между тем, это тоже конструкции похожие на вводные, хотя они им не являются, и их также стоит из предложений убирать. Далее мы с вами переходим к последнему пункту, исключение одного или нескольких предложений. Здесь чаще всего вам дается конкретный пример. Ну, например, весь текст был про дружбу, да, мы говорим о том, что дружба это очень важная ценность для каждого человека, друг, это наша опора, это наша поддержка, и тут вдруг в последнем абзаце автор текста говорит, как говорил Федор Михайлович Достоевский и дает его цитату, например. Или не обязательно Достоевский, может быть, любого философа, любого писателя. И мы понимаем, что, скорее всего, вот эта цитата абсолютно не нужна. Автор проиллюстрировал свои размышления каким-то изречением, и это очень хорошо для его текста, но для нашего текста из сжатого изложения цитаты все-таки нам не нужны. Точно так же, как и риторические вопросы. Вот эти фрагменты текста, в принципе, можно убрать. То есть, если ваш отрезок текста звучит так, важен ли в жизни человека друг, а потом идет ответ на этот вопрос, действительно, друг очень важен в жизни человека, то, конечно, риторический вопрос, вот этот первый, можно легко убрать. Старайтесь от этого избавляться.